Сегодня 30 августа 2019 года. Начинается серия проверок и испытаний возможности вихревой медицины. Здесь используются торфяные таблетки разных размеров и лотки тоже разных размеров. Этот лоток 10 на 10 сантиметров, этот 10 на 18. Используют торфяные таблетки для выращения рассада растений. В одних лотках будут контрольные варианты, в других с различным видом облучения, то есть будет применяться и плоская и будет применяться жезл моей новой конструкции. Ну еще вероятнее будет отдельно заряжаться вода этим же жезлом дополнительно и здесь будет участвовать в опытах почти десяток самых различных растений. Сейчас буду это все замачивать, чтобы таблетки набухли и можно было в них что-то посадить. И соответственно перед этом я обработаю семена. Роса добралась из магазина в 8 видов и одна домашняя фасоль. Тут уже таблетки набухли, водой напитались. Вот здесь вот 8 видов растений и домашние. Вот это вот у нас идут скороспелки, салаты, два вида салатов. Здесь опять скороспелки редиска, тоже два вида. Салаты ну почти до 10 дней, здесь почти до месяца. Тут уже более длительные варианты. Два вида перца взяты, два вида фасоли. Вот это фасоль сакса домашняя и на всякий случай вот земляника ампельная. Но она очень долгоиграющая. Тут все поближе. Как она что и есть. Вот название можете посмотреть. Фасоль домашняя, из-под гомеля, заряженная радиоактивностью. Теща прислала. Значит вот тут идут салаты. Тут их очень много. Вот здесь мне удалось, бараний урок только один был. Вот 30 всего семян. Здесь взял две пачки кардары по 30-60. Но запутался с расчетами и потом оказалось, что я слишком много их облучил. Фасоль опять. Она тоже как бы долгоиграющая, почти на два месяца. Это все уже как бы контрольное. Посмотреть, что будет с долгоиграющими. Конечно, в первую очередь интересует скороспелы. Вот они скороспелы. Тут где-то, если посмотреть, вообще не считаю, тут 2 грамма, тут 3 грамма. Но если посчитать точнее, где-то 110-120 семян тут и 150-160 семян здесь. Соответственно, где-то по 35-40 будет разделено по три части. И здесь тоже по три части, но где-то по 50-60. Вот схема расположения по лоткам и количеству примерному. Вот фасоль домашнюю я брал по две штучки, в три таблетки. Фасоль сакса 3-3-2 примерно. Перец кардара тоже там был ограничен. Бараний рог тоже ограничен. По 10 штучек фактически. Редиса, как я сказал, вот сюда где-то пошло 50-60. Здесь где-то 35-40. Ну тут салаты уже невозможно посчитать и сами потом увидите как и что. Начинаю эксперимент. Первая партия будет облучаться жезлом. Вот я подготовил семена. Как видим, все подписано. Жезлом, как я говорил, тут 211 миллиметров. Сейчас он пока выключен. И вот таким образом будет применен усиленный генератор. Сейчас я включаю. Началось действие. Покажу. Вот сейчас излучатель работает. Потом выключу и уже буду садить. А потом вторая партия будет облучаться уже с плоской. Вторая партия на плоской. Вот примерно так. Тоже точно все такое же. Все отсортировано. В общем, в трех экземплярах. Один с жезлом, другая с плоской и контролем. Тридцать первое августа. Первые сутки пошли. Вот это контрольная. Это от жезла. А это от плоской. Где-то часов десять прошло после того, как я это все засадил. И вот фасоль, похоже, стала что-то здесь происходить. То же самое с этой фасолью. Вот она пошла. Тут тоже видно фасоль пошла. Первое сентября. Пошел второй день. Значит, я тут лотки меняю местами, делаю ротацию, чтобы было все равномерно. Вот эти вот четыре лотка. Это от жезла. Вот это вот контрольная. Вот это от плоской. С нее почему-то ничего не видно. Только чуть-чуть. Контроль. Фасольки тут пошли. Вот тут вот пошло что-то. А вот это от жезла. Правда напомню, разница между контрольным и этими засев был где-то, я посчитал точнее, 6-7 часов. Второе сентября. Третий день пошел. Еще не сутки. Вот это у нас то, что написано Ж. Это четыре лотка от жезла. Здесь я показываю, как все расположено. Фасоль обычная. Фасоль сакса. Перец. Редис. Редис. Перец. И малые секции. Кальраби. Салат. Атилу. Значит, по плоской. Кроме редиса здесь почти ничего. Вот тут что-то проклевывается. Это у нас контрольные. И редис хорошо, и фасоль хорошо. Все остальное так себе. Ну вот от жезла больше всего интересно. Особенно салат. Два вида салата. Очень хорошо растут. Редис. И средняя фасоль. Третий сентября. Четвертый день. Есть заметные изменения. Это то, что с жезлом. Явно видно прогресс. Плоская дала о себе знать. По крайней мере редиска пошла быстро в рост. А это контрольную. Плоская дала о себе. Плоская дала о себе. Четвертое сентября. Пятый день. Это у нас плоская. Плоская дала о себе. Это контроль. Это жезл. Это жезл. Пятое сентября, шестой день. Контрольная. Жезл. Плоская. 6 сентября, седьмой день. Жезл. Плоская. Контрольная. 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 Все. Видео вы уже прослушали, посмотрели. Теперь объясню, что и как. значит вот это первый день все у нас идет по лоткам вот четыре лотка например контрольная четыре лотка жезла и четыре лотка плоской обрабатывались именно семена ну вы видели больше ничего значит применялись таблетки торфяные которые я замачивал и вот они выросли где-то в раз пять по размерам контрольное было днем я заполнял пока вот эти вот обрабатывал от жезла и плоской по 50 минут в общей сложности это этот процесс занял часа два это было днем где-то с 13 до 15 часов поэтому я тут отметил 15 часов и вот в это время пока я их обрабатывал я вот эти засаживал в контроль правда процесс был очень долгий утомительный вот в каждый этот тубус надо было вложить семена как раз и заняло фактически два часа пока я вот эти вот обучил но так как мне уже после этого не было времени заниматься ими я там поехал по делам то возобновил уже вечером вот 23 часа тут 21 час и тоже вот по часу по два занимался вот этим всем посевом поэтому где-то вот закончил 23 часа в итоге если так посчитать то около в среднем 8-10 часов разницы между посевом контрольного и облученных то есть я дал фору контролем и еще я много воды сперва на залил потому что не знал насколько эти таблетки втянут себя в воду сколько будет поэтому тут первые два дня все плавало и даже было слишком уже особенно вот на фасоли там уже плесень появилась было но после я уже не подливал вот у нас первый день это днем я уже снимал и смотрим вот у нас фасоль уже проклюнулась вот это вот редис чуть-чуть опять фасоль чуть-чуть и здесь пока ничего это вот на плоской пока было ничего на жезле что-то стало появляться и на контроле вот фасоль проклюнулась вот это был второй день правда я общий план не заснял пришлось потом монтировать с роликов но от видно на контрольный редис пошел фасоль хорошо пошла на жезле редис фасоль и вот здесь вот у нас салат пошел видно что вот еще вода до сих пор стоит передоз по воде причем да когда я облучал значит было по 50 минут я дал жесткое облучение это я специально сделал преднамеренно чтобы дать большую дозу и именно сильным генератором то есть я фактически делал передоз ну чтобы посмотреть как все-таки отреагируют хотя следующий раз я буду делать где-то максимум по 30 может даже 20 минут и уже с обычного генератора без мощей вот результат уже стал появляться на третий день довольно серьезный вот это вот у нас контроль видно что этот редис проклюнулся слегка здесь фасоль хорошо пошла и вроде как пытается салат вылезти но вот обработка жезлом явно показала серьезные намерения салата эти вода до сих пор еще стоит вот салат у нас этот этот очень хорошо пошел здесь редис повылазил ну а фасоль так себе и пошел здесь салат немножко редис редис по фасоли вообще молчок вот эти я пока не имею ввиду вот например перцы и тем более землянику потому что они очень долгоиграющие естественно они пока еще не должны участвовать но процесс идет четвертый день и что мы видим вот по жезлу если смотреть явный прогресс с салатом причем таки вот довольно буйный здесь у нас хорошо идет редис и тут редис здесь непонятно что но вот пошла плесень из-за того что было слишком много воды вот по плоской опять один салат так себе а второй салат очень неплохо и понесло редис особенно вот этот этот не так но этот вообще но отметился контрольный вариант здесь по салату как-то очень все слабенькая еле-еле редис хоть немного но тоже неплохо пошел а вот фасоль очень хорошо пятый день по плоской мы видим вот этот салат слабенькая но этот уже пошел серьезно и в рекорд пошел редис этот и фактически этот по контролю у нас только хорошо идет фасоль и еле-еле вот этот редис по жезлу сами видите салат просто буйным ростом пошел и так более менее опять по редису тут вот я дал немножко вид чтобы было видно по росту как идет по размерности и вот видно что плоская перегнала фактически всех вот два редиса и салат вот три вида растений пошли в ростом мощнейший контрольная выдает себя только фасолью и немножко редис ростки длинные но мелковатые учитывая то что здесь редиса должно быть более 60 ростков но их тут явно не видно а вот здесь заметно то же самое по жезлу вариант такой что салат у них тоже пошел очень отлично и примерно так же как контрольном идет редис может шестой день явно лидируют как жезл так и плоская плоская дала вот три буйных роста пошли на плоской здесь фактически два и вот более-менее еще тут по редису а контрольная очень хорошо продолжает с фасолью но вот здесь все среднее здесь вообще не понятно что здесь более-менее по сравнению с жезлом и седьмой это у нас цикл семидневный по жезлу фактически салат уже готов и тот и тот уже можно срезать наверно завтра срежем вот здесь мы видим что примерно как и в контроле может чуть лучше вот здесь тоже чуть лучше чем в контроле ну а фасоль здесь все-таки пропадает причины сейчас объясню вот тут явно видно что плоская рекордсмен по редису этот редис этот редис просто в отличном виде вот пожалуйста сбоку я повнимательнее чтобы было заметнее вот у нас жезл тут по редису так более-менее там вообще отлично и вот наконец что-то вылезло одно из фасоли вот здесь вот напомню здесь по две фасолинки идет домашней здесь 3 3 и 2 вот только 1 вылезло вот контроль тут с фасолью очень неплохо хотя опять же учитывая что их тут 6 то вылезло всего две ну так но красиво вылезли вот там у нас где-то 8 а вылезли тоже только две и здесь ну так себе по редиски опять же учесть салат тоже слабенько плоская сами видите что творится с редиской все в общем отлично по редиски сразу могу сказать вот по этому сорту тут фактически стопроцентная всхожесть я посчитал примерно ну практически сто процентов вот это тоже почти сто процентов там вот именно этот салат тоже наверно сто процентов а вот тот похуже вот еще раз плоская почти сто процентов здесь у нас ну процентов 30 даже меньше по жезлу здесь можно считать сто процентов сто процентов здесь тоже где-то 20-30 тут редис сто процентов здесь тоже почти ну 90 может может и 100 можно считать но тут конечно я уже не смотрю значит что у нас по фасоли дело в том что я дал ударную дозу а чем отличается фасоль от всех остальных именно величиной зерна то есть фасоль она большая достаточно почти по два сантиметра там те же помельче были полтора сантиметра длиной а эти больше двух сантиметров длиной и естественно воздействие на них оказывается больше по площади даже как и мощность ну я так считаю что это из-за передоза контрольные ничего не получали поэтому росли как росли как обычно хотя сказать что всхожесть у них отлично тоже не скажешь 2 по 1 идут 2 из 6 2 и из 8 2 это не показатель хотя растет хорошо красиво а это просто они ушли в передоз поэтому кто и знает что с ними дальше будет еще непонятно может они пойдут в рост но вот на 8 день я буду там уже все рассаживать салат этот готов уже его не стоит дальше растить фактически на седьмые сутки салат готов и тот и тот хотя по идее должно быть 9 10 суток тут тоже самое и я говорю что здесь фактически сто процентов здесь вот тоже почти сто процентов но тут сладенько но тоже есть рост какой-то по отношению от контрольному среди sky тоже вот они им уже тут тесно тоже буду рассаживать уже в отдельные и под грунт то же самое и вот с этим с этой фасоли буду под грунт потому что там корни уже торчат просто во все стороны вот если тут посмотреть вида прямо вот они тут корни уже вылазит им тут совсем тесно стало поэтому я рассажу и буду смотреть продолжать дальше теперь стоит подвести некоторые предварительные итоги и дальнейшие действия так как у меня очень стесненные обстоятельства то есть мало места для опытов вон уговорил на неделю жену выделить мне один из подоконников но скоро начнет меня отсюда выдавливать мало времени и нет желания сильно тратить семейный бюджет да и лично для меня вообще нет никакого практического смысла я не занимаюсь земельными делами в принципе вот только жене помогаю подлечивать домашние растения но тем не менее пришлось заняться этой темой так как направление развития тут огромнейшее как я вам уже показал всего за неделю всего за один раз обработав семена без какой-либо отработанной системы и методики произошли весьма впечатляющие результаты конечно надо провести множественные пробы и проверки чтобы для каждого вида растений подобрать индивидуальный подход но в любом случае даже на семена воздействие оказывает очень серьезное стимулирующее влияние и это еще не обрабатывал воду для полива почву и в самом процессе роста не действовал возможно это тоже будет давать дополнительные бонусы а более тщательный подход и отработанная методика смогут поднять урожай до очень серьезных пределов посмотрите что произошло с редисом и салатами стопроцентная всхожесть по сравнению с контрольной посадкой разница в пять раз это даже не процента это в разы всего-навсего обработать мешок семян за полчаса и вы свое поле просто не узнаете и это еще не ставилось цель реакции паразитов и сорняков на подобное буйство стимулированных семян и растений в общем в этой области поле не пахано а результаты уже гарантированно впечатляющие конечно это не первый проведенный опыт еще два года назад мне удалось оживить абсолютно сухой черенок который шел на выброс ну и другие мелкие эксперименты велись но я не подходил к этому так методично и не проводил никаких съемок теперь я буду даже в такой стесненной ситуации продолжать исследование возможно перейду на искусственное освещение так что примерно через неделю будет следующий выпуск по результатам исследований где продолжу заниматься с теми что уже показал и добавлю новую партию подумаю на что именно воздействовать или воду или почву или сами растения в процессе роста так что ждите дальнейших выпусков по этому исследованию до свидания по итогам а Продолжение следует...